Да ну какие еще дамы в шляпках и джентльмены в смокингах, когда на улице 20-ти градусный мороз? Не в Англии, говорят организаторы, дресс-кода не предусмотрено. И действительно, больше первого зимнего забега лошадей рысистых пород, пришедших на ипподром, волнует разве что температура воздуха. Веселая, хорошая, вот горячий чай, холодно, боленько. А чего, простой чай, что ли? Веселый сахар. Поэтому даже снегурочки с показательной программой «Верху» на лошадях оказались как нельзя кстати. Наездницам, похоже, даже теплее, чем подопечным. Это рысак. Она должна бегать, так как она не может бегать. Мы вот ездим вверху. Холодно, естественно, не только люди мерзнут, но и лошадь мерзнет. Хотя это совсем не мешает некоторым выкладываться и побеждать. Лошади могут терпеть морозы до минус 25. От холодов немного меняется и специфика ухода за жеребцами и кобылами. Поэтому сразу после заезда их ждет стойло и еда. А победителем обоих заездов на 1600 метров стал наездник Николай Жуков и его подопечный Костер. Кстати, это только старт зимнего бегового сезона. На Нижегородском ипподроме его не открывали уже несколько лет. Лошади, которые сегодня выигрывают, мы эти результаты отправляем в институт коневодства, который находится в Рязани. Это Всероссийский институт коневодства. Там все результаты лошадям проставляются и по их результатам кто-то потом отправится в племсостав и будет представлять племенную ценность. То есть для лошади каждый заезд – это прохождение квалификации. Ну и осталось упомянуть о последнем участнике забега, которого, видимо, по чистой случайности забыли внести в списки. Поэтому даже клички спортсмена неизвестно. Но он не обиделся и, несмотря на условности, сделал круг почета. Сергей Томилин, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.